Этим летом стилисты Peugeot провели дерзкий рестайлинг кроссовера 3008. Его решетка радиатора лишилась видимых границ, а полностью светодиодные фары пустили стрелы ходовых огней, хотя салон подновили чисто косметически. Адаптивный круиз-контроль стал умнее, так как научился возобновлять движение после полной остановки. Кроме того, в списке оборудования появился ассистент ночного видения, а всем двухпедальным встроили систему выбора ездовых режимов. Теперь россияне своими глазами смогут оценить свежие веяния во французском автодизайне. Правда, для этого надо иметь минимум 2 миллиона 79 тысяч рублей, и столь негуманная цена автоматически обрекает стильную машину на рыночный неуспех. К слову, длиннобазный Peugeot 5008 еще дороже. Но тем, кто решится на покупку любого из паркетников, стоит знать. Российский офис благоразумно сохранил 150-сильные турбомоторы, – бензиновый и дизельный. Еще одна модель, которой суждено стать нишевой – Cadillac XT4. Это самый компактный из Cadillac, который по формату напоминает Audi Q3. Для него пока нет отпечатанных ценников, но есть некоторые подробности. Так, россиянам предложат двухлитровую бензиновую версию отдачи 200 сил плюс аналогичный по объему дизель чуть меньшей мощности. К обоим моторам прилагается 9-ти диапазонный автомат и полный привод. В базовую комплектацию войдут подогрев руля, двухзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема и электропривод багажника. Что касается цен, то обещают огласить со дня на день. Российский Volkswagen Polo во втором поколении, ставший лифтбэком и клоном Skoda Rapid, безусловный бестселлер. Но чтобы покупатели могли выделить свою машину среди десятков тысяч таких же, немецкая марка придумала пакет Sport. В нем нет ничего выдающегося. Снаружи самая главная примета – небольшой спойлер на крышке багажника. Хотя салон, благодаря щедрому псевдоспортивному декору, преобразился очень заметно. Интересно, что пакет стильных нюансов можно заказать для любого пола, включая версию на 90 сил, от которой никакого спорта точно не ожидаешь. Доплата за набор заводского тюнинга зависит от комплектации. Продолжение следует...